Всем доброго дня, дорогие зрители! С вами Алиева Мила, с вами Рухаб. Это Наньян Чемпионшип сезон 2 китайские квалификации и гайрают команды у нас Вичи Гейминг Риборн против команды Винкс. Это формат встречи Бот-3, первую карту завезла у нас команда Вичи Гейминг Риборн. Ну и сразу по традиции ваши ставки, которые я смотрю на сайте dota2launch.com, Вичи Гейминг Риборн 40% и 60% поверили в команду Винкс. Ну что же, отгадайте в этот раз или нет вообще. По-моему, из всех игр, которые я комментировала, dota2launch, вот именно пользователи этого сайта практически все время отгадывают. Однако сейчас есть шанс проиграть. По поводу Винкс. Пятое место в Китае, двенадцатое место в мире. Вичи Гейминг Риборн шестое место в мире, третье место в Китае. Вот, кстати, последнюю встречу свою против команды Винкс они проиграли. Сейчас есть все шансы выиграть. Так, 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 так. И первое, что мы хотим отметить, это то, что Рикки Мару не в пиках и в банах. Так же, как и Баунти Хантер. Хотя в прошлой игре, в принципе, Рикки отыграл очень хорошо. Я, честно говоря, ожидала его увидеть и сейчас. Однако, однако, нет. Сейчас мы с Вадей обсудим героев. Обсудим, обсудим. Конечно, обсудим. Куда же мы денемся-то? Да, это две команды, которые едут у нас на Ти-6. Поэтому игры должны быть интересные. Ну, первая была достаточно равная. Но все же Вичи Гейминг Риборн на протяжении всей игры, скажем так, имели достаточно неплохое преимущество. В плане Алхимик он быстро фармит. И Алхимик этот был не как Кэрри, он играл как, скажем так, инициатор, впитыватель дэмэджа, что-то в таком плане. Ну что же, по традиции, представим команды. Винкс играют у нас за Радиант. Шадоу у Лонд Руид. Джаггернаут. По-моему, это Блинк. Вообще у него никнейм. Возможно, я буду не права, но... Иероглифы... Иероглифы, ладно. Фейс Бьян играет у нас на Батрайдере. Айс Айс Котл. И Инносенс играет у нас на Ромби в Баунти Хантере. Да, решили все-таки баха взять. Фу. Пока не выбрал героя. Микаса играет у нас на Квин оф Пейн. Янг Войт. Ди Ди Си. Квинжи Фул Спирит. И Энт будет карьировать на Вивере. Ну, стандартная пауза, как обычно. Ну вот, все. Отлично. Кунка. О, тьфу. Просто четыре сентри купил себе Кунка. Готовы к Баунти Хантеру. Вот, что называется подготовиться, да, к врагу. И Винга с дастами. Ой, да, есть сентряк. Есть. Итак. Нашли у нас Джаггернаута, но подцепить особо нечем. Однако попадает Торрентом у нас Кунка. И в итоге Бейд Фьюри стопит тут, воет как может. Ну и Джаггернаут скорее всего умирает. ФБ забирает у нас Вивер. Как раз тот, кому, скажем так, больше всех нужно. Дальше, на самом деле, наверное, смысла никакого чейзить нет. Даже Вивер наоборот. Говорит, ну чейзите, чейзите. Монолик на Вивере. В принципе, Кларити у Вивера было. В будущем приобретет себе Аквилу. Так что с Моноевой проблем не будет. Мне просто интересно, как расставят сейчас лайны свои. Командович Гейнг и Реборн. Так как видим, что Вивер пошел на Хард. А здесь у нас Батрайдер и Коттл. Вивер с Ванжфул Спирит. То есть, изначально планировалось поставить Вайда против Лондруида. В миде Баунти Хантер такой выходит. Баунти Хантер в Вард есть. Такая еще Вардов у Кунки просто очень много. Сентрей. Джаггернаут в миде. Да, Блинкник. Правильно. Я подзабыла. Кто в миде стоит обычно у Винкс. Кунка. Неужели будет обходить Джаггера? Попробует убить Курьера. Торрент попадает по Джаггернауту. Ну, на самом деле, Джаггернаут решил прокачать себе Хилен Вард, но тут на самом деле без него очень сложно бы отстоялось. Сейчас сразу же КВПа его разбивает. Еще пошел дротик. Сразу Танго принес. КВПа нагло играет и Джаггернауту достаточно сложно. Вопрос в том, что будет ли КВПа далее по игре полезна. Вот, как я и говорила в прошлой игре, да, КВПу даже с БКБ контрить можно. Опять же, Омни Слэшем убивал в прошлый раз Джаггернаут, Квиннов Пейн под БКБ. И здесь, опять же, против Джаггернаута играет. Плюс Петрайдер есть своим лассо. Всякие неприятные корни. Кунка, первый левел. Опа. Нет, дальше. Попадает Торрентом. Ой, хорош. Кунка. И добивает Котла. А Батрайдер? Батрайдер улетает. Не на базу, а прям к тебе под тавр. Пришлось ему так поступить. На него еще было, в принципе, не так мало ХП. Да и Кларити, так что стоять он, в принципе, пока может. Хотя Вивер сейчас это Кларити быстро собьет. Собьет. Ой, как больно. Торрент. Мимо. Пошел Станчик. Висит Жук. Ну и тут Батрайдер. Лучше бы улетел к себе на базу. Пока вещи Гейман Криборн доминируют. Показывает, что второе место на квалов была ошибкой. В принципе. Микс первое место даже заняли, да? За Китаем вообще раньше я не так, не особо слезила. Комментировала на квалах именно СИА. Поэтому про СИА я могу рассказать. Китай вот только сейчас начала узнавать. Как раз, наверное, регион, который я знаю хуже всего. Ну, понятное дело, мы с вами чаще всего смотрим за Европой. Особенно за СНГ. Дотой. Это для нас, наверное, более интересно, скажем так. Так, большие эмоции вызывают. Так. Сыпанули здесь Венжи Фулл Спирит. Стики. Хотя бы террору могла напоследок дать. Скрим. Ну нет, Клопа решила дальше не драться. Да у нее и Маны уж было не так много. Монолик по Кункевичу. Подходит Баунти Хантер. Если ударит. Ну, а он ударит. Потому что под стаками находится Кунка. И будет минус, скорее всего, Кунка. Мисс. Мисс, но стаки не прощают Вивер. Жуки просто по двоим героям. Ну, здесь Манолик на Вивера повесили. Им пришлось, в принципе, остановиться. Дальше честить не было смысла. Дасты были, но... Вард. Поставила опс. Баунти Хантер. Со стиками. И Винга, и Вивер. Вообще, Винге лучше просто с лайна не уходить. Так, Джаггернаут в миде погибает. От Квин оф Пейн. Ну, потом сам убивает ее. Потавр, что ли, под Чезила? Третий левел Кунка. Хотя бы Кунка что-то в миде получит. Потому что ему тоже, чем быстрее корабль, чем лучше, быстрее левел, понятное дело, поприятнее там стоять. Теггернаут какой он у нас левел? Пятый еще без умни слэша. Практически шестой есть у Квин оф Пейн. И понимает она, что надо сделать. Так как сейчас купол появится у Вайда, надо убить у нас лондруида. В это время Вивер делает дабл-килл на боте. Добил его, конечно же, потом уже Баунти Хантер. Снял мега-килл. Но, тем не менее, видим, что у Вивера пока все супер-круто. В отличие от того же Батрайдера. Три раза уже в таверне был. Хотя Батрайдер... Это не Кэрри, поэтому его основная задача будет как раз иметь даггер и начинать замесы. А на топе все-таки получилось сделать то, о чем мы говорили. Через купол и Соник Вейд о Папе забирают лондруида. Отличный ганг от Микаса, потому что лондруид имел у нас топ-1 крипсат на карте. Надо было как-то ему сбить. Такой хороший старт. И сбивают. И пока Вич Гейминг Реборн, если честно, выглядит очень даже неплохо. С дабл дамажом джаггернаут у него есть у меня слэш. Графики, наверное, давайте посмотрим. 1300 золота. О, 1300 по опыту ведет команда Вич Гейминг Реборн. По золоту это 2000. Сейчас графики сместились. Вивер приобретает себе Драгон Лэнс. Винга, пятый левел. Разбивает варды. Лично в центре. Два варда сразу сломала. Димает Баунти Хантер, где сейчас есть Вижен. Но все равно у Винги есть досты. Есть центри. Поэтому надо ему как-то быть более аккуратным. Нашли котла. Однако летит сюда Бэтрайдер. Есть Баунти Хантер. Бэтрайдер уже с лосо хватает Вивера. Вообще, по-моему, не та цель, на которую стоил тратить. В любом случае он бы уходил. Ну, что-то отвлекли хотя бы немного. Но забрали Вингу. Амяка перетянули Бэтрайдера. Тут еще и был Баунти Хантер. То есть, достаточно много пришлось потратить. И лосо, и ТП на саппорта. Ну, хотя бы что-то. Приходит Клопа. Бэтрайдер отъезжает. Еще один удар должен был. Один удар. Нет, нет, нет. Соник Вейв. Ох, развели Клопу здесь. Но Вивер Бэтрайдера добивает. Получает сам трек. Торрентом не попадает по Баунти Хантеру Кункевич. Который пришел на помощь своей команде. Абаха, кстати, с урной. Поэтому, в принципе, он отъелился. Уже практически фуловый трек, если что, есть. Ну, вот у него мана только на трек будет. На топе у нас начинается что-то интересное. Попадает неплохой торрент от Кунки. Однако, просто надо добить. Надо добить. Начинает мансить в кустах. Нужна помощь от кого-то. Однако, как видим, что ни у кого нет ТП, а мансит, мансит. Но все-таки догрызает его здесь Лон Друид. ТП от Queen of Pain. Он должна была котла добивать. Зачем уж за... Хотя у Лон Друида... О, боги! Ну, как же не прет у нас КВП. Преследует котла. Он просто всей маны его лишил. И спокойненько сейчас еще и уйдет. Обидно. Какой же Котл жесткий. На самом деле, неприятный герой. Просто без маны КВП осталась и не смогла его добить. Хотя, если бы сразу она за котлом пошла, Котл бы там умирал. Но небольшая проблема в лице Корней с первого удара. В виде Корней с первого удара. Помешала немножко ей добить Лон Друида там. Так что, бывает-бывает. И счет у нас становится 9-11. Откроем графики. Ну и первое место со счетом 7-1-2. Ведет у нас Вивер. У него, в принципе, очень хорошая статистика. Хорошие айтемы. Восьмой левел. Чувствует себя просто великолепно. Опять же, хочу заметить отличную игру. Уже вторую игру от этого игрока. Очень плохо отыгрывает. Кунка опять подфидел. Ну, я так понимаю, за лассо Батрайдера, да? Нет, даже без лассо забрали, походу. Уже и под треками. Денег много будут зарабатывать Винкс в драках. Куапа себе АПТшку приобрела, чтобы быть более плотным. Она ей надо было 100% еще раньше правопитать. Потому что она... Ну, мы уже говорили о том, что Куапа в этом плане проблематичный герой. А в это время Джаггернаут серию убийств у нас уже оформляет. Погибает еще также Венжи Пол Спирит. И минус 2 у команды Вич Гейминг Реборн. Ну, вот себе и ответочка, скажем так, пошла. Во-первых, даже купол не успел поставить в Войт. Первый момент. Хочется заметить, что они вместе-то, Вич Гейминг Реборн, еще ни разу не дрались. Тут хороший купол. Может очень многое решить. Туда прокаст. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вытянули еще и Вивера. Вивера потеряли. Это минус 2. Сейчас заберут Тавр. Забрали Тавр. Ну и потихоньку видим, что в топе по Нетфорсу уже даже тот же Баунти Хантер обгоняет у нас Queen of Pain медовую. И опять же, этот момент уже о многом должен говорить. Винкс разыгрались. Первая игра им не понравилась. Мидас у... Есть у нас лон друида. 2200 сверху. Поставили купол. Купол по Баунти Хантера. Вот сейчас хотя бы БХ убьют. В Винге достается фраг. Но, опять же, этот БХ, это даже не кэри, не... Даже не хардлайнер в этом слубочении. У него... А седьмой, практически восьмой левел, как та же Квапа. А у Квапы нет ничего. У БХ уже там какая-то сейчас медалька будет. Там, не знаю, урна. Хотя бы что-то есть. И герой делает пока очень много. Вот я, на самом деле, не знаю, какой винрейт у Квапы. Ну, последние игры, что я комментировала. Даже если Квапа вела очень сильно, Квапа проигрывала. А здесь еще у Квапы проблемы. На самом деле, достаточно большие. У нее две смерти. Фрагов практически нет. Лосось сейчас у Батрайдера будет. И... Этот момент. Опа, Монолик. Просто посмотрите, что сделал Монолик с Вивером. Не таймлапс прожать, ничего. Даже стики сейчас заюзал. Просто не успевает прожать таймлапс. Пошел туда корабль. Торрент попадает по Батрайдеру. Однако... Ну и что ты дальше будешь делать? Вивера уже нет. Винга драться не может. Опять Монолик по Кункевичу. Проходят корни. Минус Кунка. Плюс под треком куча денег будет. Омнислэш от Джаггернаута. Минус Квапа. Ну и Винкс уже на базе противников. Развлекаются. Притом, все эти фраги были сделаны под треками. Это очень много денег. Скоро уже с такими темпами ландруиды появится Сакрид. И... И... На самом деле вот Котл много делает. Серьезно. Просто без маны оставляет героев. И тому же Виверу мана как воздух. Не было какого-то купола по двоим-троим, чтобы туда Соник Вейп от Копы, чтобы Кунка туда весь прокаст кинул. Было бы неплохо надо такое, чтобы провернуть команде Вич и Гейминг и Борны. Им самим нужно отыгрывать чуть более, наверное, инициативно. Так как пока Винкс в этом плане ведут гораздо больше. В плане Бэтрайдер влетает, кого-то цепляет. Баунти Хантер этого героя показывает под треками. Куча золота. Монолик на Копе. Без... Войд приобретает себе... Владимир. Бэтрайдер Травала. Будут ли какие-то смоки? Потому что вместе собрались вичи Гейминг и Борны. Наверное, это было бы ожидаемо. Смок. Есть купол. Ну, нужно что-то делать. Пошли на Рошана. Неужели сами Рошана... Да нет. Они просто побоялись, что там находится Винкс. Винкс смогли пойти на Рошана с Лондроидом. Лондроид топорнил на топе. И так. Бэтрайдера цепанули. Поставили по нему купол. Торрэнда попадает. Пошел. Стан от Vengeful Speed. Забрали Кирин Спри. Трек получил лицо Вивер. А дальше прыгает у нас Войд за... За Баунти Хантером. Однако нет даже просвета. Я не знаю, в чем был смысл идти за этим БХ. Свап от Vengeful Spirit. Омни слэш достаточно неплохой. Просто подобивать героев. Подобивать. Ох, успевает Войд отпрыгнуть. Минус 2. Вивер просто решил улететь. Потому что это абсолютно правильное решение. У него вообще не было маны. А дальше чезить за этой командой уже побоялись. Тем более нет ни Батрайдера, ни Джаггерналта. Ну, сейчас очень хорошо отыграли. Вот и... Какие-то активные действия. Но это время. В это время все. Лондруид фармит. А Лондруид на 16-й вывозит Рэддианс. И по статистике 4-1-2 имеет. Поэтому, поэтому надо что-то делать с тем героем. Смоки. А Джаггерналт через Сашу Яшу. Просто... Вот, кстати, это может быть каким-то минусом для команды Винкс. Потому что через Сашу Яшу фармит он медленнее, чем с БФом. А в той игре, например, вот почему Джаггерналт так быстро нафармил. У него был очень ранний БФ, который он реализовал отлично. И нафармил, и героев убивал. Хотя здесь, я думаю, что... Опять же, Джаггерналт будет исполнять роль такого плеймейкера, который будет идти вперед с БФ и так далее. Давайте он не слэш. Лондруид больше фармить будет, нежели Джаггер. И выход на Рошана. Наверное, лучшее, что сейчас могут сделать Винкс. Понимаю, что сейчас, что, скорее всего, находится на Рошане команда Винкс. Switch Gaming Reward. Просто не успеет туда прийти. 14 секунд до купола. В принципе, есть Соник Вейп у Квапы. Ну, надо тогда уж прыгать. Папап, да, это Рена пошел. Куну, давайте. Ну, Соник Вейп. Эх. Надо добить локотла. Однако. Однако потратила Блинк. И вот просто после Блинка Квапу сбривают. Однако, размен на Беттрайдера не такой уж плохой, на самом деле, как мог быть. Но забрали Рошана. Купола нету. Забирают еще и Вайда. Пошел... Пошел корабль, но на этом... На Вивера вешает Монолик. Вивер без шансов под треком погибает. Однако, нет стоп. Устанавливают стики прожать. Таймлапс. Вивер живет. И еще и Баунти Хантера добивает серию убийств. Делает у нас Вивер. На ТП уходит у нас Кунькевич. Ну и размен 2 в 2. Ну, опять же, здесь-то размен по треками. Здесь забрали Рошана. Эх. Притом, даже Аегис у Джиггернаута не выбили. Плюс, соберут Тавр. Денеги, деньги, деньги растут. И Винкс вырываются вперед. На самом деле, достаточно плотно. Ух ты, тут у Котла уже 1800 голды. Ну, Котлу, может, какой-то гост себе приобретет. Может, какой-то форс. Может быть, сразу делается Эканим. Вообще, много вариантов. Мигки так же у команды нет. Ну, Вивера, слоты. Линкет-сфера. 10-3-3. Вот так вот. Ну, пока. Пока. Копы просто нет никаких. А это для 19 минуты. Это не Орчидо, не БКБ, не Аганима. И пока, на самом деле... Ну, честно, наверное, Аганим она собирает. У него, в принципе, там 700 голды. Хотя бы Аганим доформить какой-то. Чтоб уже проказ постоянно в купол был. Вот, Владимир. Вивер, Линкенсфера, Дрэгон Лэнс. С руки урона не так мало. Не так много. Ему бы какой-то дезолятор дайдалос. А когда у него... Чтобы вот того же ландроида убивать мишку, наверное, и КБ нужно. Ох, много чего здесь нужно. А Вивер, герой, который именно зарабатывает свое золото, основной, наверное, даже на фрагах, нежели на фарме, потому что фармит он не так быстро. Ну, я бы даже сказал медленно. Или сам медленно фармит и линию. Единственный шанс сейчас для команды Вич Гейминг Реборн это фармить. Фармить, фармить и фармить. Потому что если касательно лайта... Ну, давайте подумаем на минуте... О минуте так 60-й, да? Когда Кунка с дайдалосами, когда Войт уже с Манта Стайлом и еще там, не знаю, диффузами. Опять же, сможет кого-то там за купол вырубать. Такого бедрайдера, у которого достаточно большие проблемы с армором, например. Но пока... Пока Винкс давят и еще один тавр забирают. Купол Войта есть, есть ТП. Вир пытается хотя бы чуть-чуть подсплетить лайн. И Джаггернаута, как вы помните, есть Аегис. Юзается Глиф. Пошел торрент по Джаггернауту. Сейчас надо его сприть раньше времени. Это что? Это он Курьера в лосос схватил? Бэтрайдер погибает. Забирают также котла. Джаггернауту Аегис сбили. Прокаста у Кунки нет. Войт уже без купола. Пошел Омнислэш от Джаггернаута. Умирает Квин оф Пейн. Что у нас дальше? Джаггернауту вернули на торрент. Где же корни, дружаня? Ой, какой хороший тост пошел от Джаггера. И... Где корни? Корни не работают. Погибает Венжи Фолл Спирит. Мега килл от Лон Друида. Надо бить просто бараки. Винга выкупается. Я честно не поняла. Бэтрайдер схватил у вас уж курьера? Или что это было вообще? Не увидела этот момент. Ладно, сделаю вид, что я его просто не увидела. Ну, в итоге забрали барак. В принципе, основную свою задачу сейчас выполнили. Плюс еще и Вингу на байбэк развели. Так что преимущество. Я думаю, скоро Кираса такими темпами у Лон Друида появится. Вивер, да, решил все-таки собрать себе. Дезолятор. Чтобы под минус армором убивать Мишку. Мишка уже с таблеткой киберстон купил. Ну, Кираса тут по стандарту. В принципе, я отбил ничего нового. Джаггернал приобретает себе диффуза. Квопа уже с агонимом. Но пока Квопа 13 левел. Тот же вот Батрайдер, которого также гнобили. Смотрится, ну, 7 смертей. Пантворцу рядом стоит с той же Квопой. Которые начало, там, видите, неплохо ей вроде и помогали. Против же Гернаута стоять достаточно приятно. Квопе в плане... Выходил еще и Кунка со своим торрентом. Итак. Купол. Купол отличный по двоим. Это минус 2 на ровном месте. Ну, забрали саппортов. Притом, даблкил для Кунки. Лучше, конечно, чтобы Квопа забрала. Но, ладно. Хотя бы Кунка. Может, потом сберет себе Дайдалус какой-то и убьет всю команду. А что? Такое вообще возможно. Команда играет достаточно равная. Вы отлично знаете. Час, миди-тавр забрали. А почему? Это такой, как комбачок небольшой. Хотя, если мы вспомним, что Лондруид в этом всем не участвовал. А когда-нибудь он заучаствует. А Лондруид первое место по Нетворсу. Второе место Джаггернаут из его же команды. Батрайдер приобретает гем. И вот в момент, когда приобретается гем, это означает, что команда сейчас просто пойдет пятером. И уже двоих-троих героев славить будет сложно. Ожидание Рошана. Рошан второй. Поэтому без сыра. Но, тем не менее, с Аигой заходить на ХГ гораздо приятнее. Я, честно говоря, первый раз вижу, чтобы Батрайдер хватал курицу. Во-первых, я даже не знала, что на курицу действует лассо. Меня это немножко удивило. И, честно говоря, у меня просто такого суть ни разу не было. Я этого не знала. Написали бы. Глассо действует на курьера. Забавный момент. Может, это был план? Потому что за курицу много денег дают. Квапа, 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 квапа. Я думаю, самый оптимальный вариант все-таки Хекс в любом случае делать. Потому что нужно еще какие-то дизейбы. В БКБ было бы не... Не, нет. Я бы все-таки Хекс посоветовала ей. Не знаю, что сам нас соберет. Может, даже... Что еще? Шива, Кираса, Вармор пойти. В смаках находится команда Вич Гейминг Кримор. И сейчас замес, которым можно в будущем назвать решающим. Я уверена, если он будет, конечно же. Кираса появляется у Лондруида. И вперед. Вперед пошел сам Мишка. До Рошана осталась одна минута. И начинается замес. О, мне слэш достаточно неплохой. Надо добить квапу. Квапа уходит буквально... Эх, не уходит. Не успевает даже поставить купол Войт. Байбеки. Байбек. У квапы нету. У Войда нету. Ну, вот. И даже без Рошана. В принципе, это ГГ. Это будет минус вторая сторона. Дальше... Я не думаю, что есть смысл играть. Здесь, конечно, с Кункой можно подэпить. О, еще и Кунку схватили. Опять же, под треком. Минус Кинкевич. Гуд гейм. Винкс сравнивает счет. Я еще раз напоминаю. Это Бо-3. Поэтому пока счет у нас становится 1-1. Отличная игра от Винкс. Реализовали свой пик на 100%. А квапа теряет в своем винрейте еще, еще, еще и еще. Но на самом деле, вот сколько игр квапы не стримляют, она постоянно проигрывает. Я думаю, что со следующего патча немного ее бустанут. Ну, в любом случае, это еще не конец. Как я уже сказала, формат встречи Бо-3. И следующая карта. Не переключайтесь, дорогие зрители. А пока... Пока. Пауза. Субтитры сделал DimaTorzok